Ассаламу алейкум, здравствуйте, друзья! С вами Амамед Исаев. Сегодня я хочу ответить на несколько вопросов, которые часто задают, и мы не смогли сигнорировать эти вопросы. В общем, первый вопрос, этот вопрос непосредственно, он, скажем так, меня самого тоже в свое время коснулся. Этот вопрос, как не сворачивать с цели, как ее достичь и как понять, что тебе именно нужно в этой жизни, чем бы ты хотел заниматься. Ребята, дело в том, что вы должны понимать, что бы вы ни делали в этой жизни, чем бы вы ни занимались. Если эта работа, эта деятельность, сфера деятельности не приносит вам никакого удовольствия от того, что вы получаете деньги, это не значит, что вы достигли того, чего вы хотели. Любая работа, любая деятельность ваша должна приносить в первую очередь какой-то плюс вам и непосредственно людям. Вы должны понимать, что то, что вы делаете, должно непосредственно помогать людям. Я не знаю, что именно, ребята, что вы для себя выберете. Будет это спорт, не знаю, бизнес какой-то, кем вы хотите стать. Но самое главное, что вы должны понять, это представьте себе на минуту, что вы проснулись рано утром, и уже вы тот человек, которым вы хотите стать. Не знаю, крутой фитнес-моделью, бойцом ММА, успешным бизнесменом, у которого свой офис огромный, масса информации, встреч и так далее. Не знаю, крутой врач, у которого своя клиника, адвокат, судья. Я не знаю, кем вы хотите стать, но представьте, что вы проснулись этим человеком. Представьте, что вы уже ведете эту работу, сколько у вас дел. И задайте себе вопрос, даст ли вам этот день, вы будете себя чувствовать успешным, будете себя чувствовать на высоте, вы будете чувствовать себя счастливым человеком. И то, что вы делаете, будет приносить пользу другим людям. Если ответ да, то непосредственно это и есть ваша цель. То вы должны себе представить, визуализация, да, то, что я хочу, действительно является тем, что мне предначертано. То есть, я сегодня пришел и сказал, что я хочу стать лыжником. Взялся за лыжи, научился кататься. И когда я уже действительно стал лыжником, я себе останавливаюсь и говорю, блин, я в действительности не хотел быть лыжником никогда. Это не то, чем я хотел заниматься. Так вот, прежде чем сделать все это, я сяду и минут 10, 15, 20, не знаю, если нужно, час потрачу на то, чтобы визуализировать. Каждый день я, может быть, потрачу. Я потрачу месяц, два месяца, три, чтобы понять свою цель. И как только я определюсь со своей целью, я сделаю все, чтобы ее достичь. Точно так же и вы должны делать. Почему я делаю свою работу, ребята? Почему я снимаю на морозе вместе с Константином? Почему мы сюда приехали? Потому что это то, что нам нравится делать. Потому что это то, что приносит нам удовольствие. Мы не получаем за это деньги. Блин, у нас много других дел своих. Но мы приезжаем, потому что нам это нравится. Это то, что мы любим. Вот весь ответ. И ни один человек на свете не заставит нас это не делать. Потому что нам это нравится. И как я могу включить заднюю? Только потому, что я где-то поленился или еще что-то. Да, там мне не захотелось. Я вам честно скажу, прежде чем сюда выйти сегодня, я на несколько минут забежал домой, чтобы принять душ. И когда я принял душ, в моменте, я просто когда переодевался, мне очень сильно захотелось спать. Я прилег на подушку и через некоторое время я понимаю, что я засыпаю. Я задал себе вопрос, что мне нужно работать, что мне нужно идти, что меня будут смотреть люди, которые надеются на то, что выйдет ролик скоро. Я встал и пошел дальше, потому что я знаю, что мне это надо. Если вы не любите то, что вы делаете, вы никогда не сможете встать. Я бы с кайфом поспал бы дома, конечно, чем стоять тут и разговаривать, если бы я это не любил. Поэтому я занимаюсь тем, чем занимаюсь, ребята. Как бы это ни звучало, на самом деле это правда. И если вы уже задались этой целью, то ни один человек на свете, никто на свете не может вас сбить. А если вас сбили, значит вы уже... Представьте, если вы то, что любите, не можете сделать до конца довести. Представьте, из скольки ненужных, негативных вещей состоит наша жизнь, с которыми вам придется сталкиваться. Сколько вещей вы будете делать, не желая, да вы будете наполовину бросать все. Если вы то, что любите, то, что вы действительно хотите, не можете доделать. Поэтому, если вы определились с целью, идем до конца и добиваемся своего, вот и все, рано или поздно. Историю бамбука хочу рассказать вам. На протяжении пяти лет люди выращивали бамбук. То есть они посадили его, поливали, ухаживали за ним. На протяжении пяти лет. И за девяносто дней бамбук вымахал. За девяносто дней. После пяти лет. Можете себе представить? О чем говорится здесь? О том, что время будет испытывать вас всякими трудностями. Очень много будет негативного. Очень много будет моментов, когда вам захочется все бросить. Вы ни в коем случае не должны включать задние. Ни в коем случае сдаваться нельзя. Потому что, если вы сдадитесь на этом, то считайте, что вы проиграли по жизни. А если вы уже определились, друзья, я очень надеюсь, что вы свое доделаете до конца. Неважно, что бы оно ни было. И второй момент. Очень много людей находится в тяжелой ситуации. Это второй вопрос. И знаете, я просто понимаю этих людей. Я знаю, что этим людям тяжело. Их никто не понимает. Я просто знаю, каково человеку, который находится в очень тяжелой ситуации, объяснить это людям. Потому что его никто не слышит. И он никому не нужен. Он так думает. На самом деле это неправда. Хочу вам сказать. Единственный человек, кто может себе помочь, это тот, кто это признал. Что если он сам себя не вытащит, то никому до него дела не будет. Поверьте. Просто рассказываю вам ситуацию. У меня есть травма шеи. И периодически сейчас у меня поднимается давление. И когда оно поднималось, относительно недавно оно поднялось очень сильно. И у меня была, короче, ужасная, скажем так, паника в плане того, что я вскочил. Я понимаю, что меня сейчас может выключить. У меня может случиться, не дай бог, конечно, инсульт или еще что-то. Я на тот момент уже думаю, что мне делать. Я не позвонил ни своим родным. Я не позвонил своим друзьям. Я просто пытался выжить. Я просто сделал себе укол. Выпил таблетки. Выбежал на балкон. Пришел в себя. Я пришел в себя в течение двух-трех часов. То есть я не вызвал скорую. У меня даже времени на это не было. Потому что я понимал, что мне нужно что-то делать. Точно так же любой человек, который в тяжелой ситуации, он не будет искать помощь у родных, у близких, у друзей. Потому что он должен сам себя взять и вытащить из этого. Конечно, хорошо, если тебя поддержат и тебе помогут в этой ситуации, но... А если нет, неужели ты просто опустишь руки и будешь ждать, что тебя кто-то вытащит? Ведь многие из вас не могут рассказать своим родным, близким, своим друзьям, что с вами происходит. Нужно искать пути выхода, нужно лезть наверх. Или оставаться в этой яме и погибнуть, чтобы о вас никто не узнает. Поэтому не надо считать себя безнадежными, друзья. Мы сами можем себя как-то вытаскивать. И это проверка, проверка на вшивость, насколько вам это нужно. Да, трудности, они всегда есть. Прежде чем будет легко, сначала будет трудно. Вы должны это понимать. Если вы хотите, чтобы было легко, то нужно перейти через эту грань, через этот термистый путь, пройти его, вытащить себя и стать другим человеком. И поверьте мне, вы будете гораздо сильнее тех людей, которые с этим, которые не сталкивались. Люди, которые не сталкивались с какой-то, скажем так, депрессией в жизни, с трудностями, с какой-то болью. Вы будете гораздо сильнее духовно, чем те люди, которые никогда с этим не сталкивались. Они вас даже не поймут. Поэтому я вам говорю, вытаскиваем себя из этой ситуации сами. Иначе никогда не закончится этот кошмар. Понимаете? Один раз взяли себя в русле и вытащили. Вот и все. И хватит себя жалеть. Вот что я хотел вам сказать сегодня. Спасибо за то, что с нами. С вами был Ям Умёртся. Смотрите нас на канале, пройти. До свидания. Но это стоит того. Помни. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok